Мы рады приветствовать вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегеты. Как вы уже знаете, вот у нас на портале идут беседы, посвященные старцам, духоносным людям, благочестивым праведникам, которые жили совсем недавно, и воспоминаниями о них делятся те, кто их лично знали. И вот, конечно, все мы знаем такого удивительного и духовного писателя, и подвижника благочестия, как отец Серафим Роуз, который жил совсем недавно, 40 лет минуло со дня его кончины, Господь призвал его 40 лет назад, и мы, конечно, не можем остаться вне воспоминаний об этом удивительном человеке. Сегодня с нами беседует Ирей Александр Трушин, он настоятель Троицкого собора из города Новотроицк. Орская епархия, Оренбургский митрополий, приоткрою секрет, что я оттуда родом, мы с отцом Александром достаточно близко и давно знакомы, поддерживаем такие очень тесные отношения. И вот отец Александр, он собирает и достаточно много собрал сведения для канонизации отца Серафима Роуза. То есть, оказывается, есть много таких данных, свидетельств и отзывов людей, которых лично знали отца Серафима Роуза. И, согласно этим данным, даже можно представить на канонизацию, на прославление в лике святых отца Серафима Роуза. Поэтому сегодня мы беседуем с отцом Александром, отец Александр. Прежде всего, конечно, нам было бы интересно узнать, как вообще вы заинтересовались личностью отца Серафима Роуза, как произошла в вашей жизни такая личная сокровенная встреча. Ну, здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, отец Валерий. Произошла эта встреча у меня так же, как она произошла и у подавляющего большинства людей в то время, кто узнал отца Серафима, через встречу с его трудами, прежде всего. В 90-е годы у нас в стране стали мало-помалу печатать его книги. И, в частности, одной из первых книг его была «Душа после смерти», в которой описывается посмертный опыт людей. Он в этой книге привлекал материалы врачей, медиков, которые занимались, и столковал их с точки зрения духовного учения церкви на основе трудов Игнатия Бенчанинова. И эта книга, которая мне первая его встретилась, она до сих пор у меня дома лежит, она, конечно, не буду говорить, как сейчас модно произвела какой-то там взрыв, или как сейчас всегда обычно это говорят, но она произвела такое духовно-нравственное действие, на основе которого впоследствии начала строиться вся духовная жизнь моя. То есть, что, как она повлияла? Дело в том, что ведь мы выросли все, скажем так, причастные к такому стихийному материализму. Не то, что это была какая-то вражда идеологическая, нет, просто выросли все в светской культуре, и, естественно, о Боге мало что знали. И вот когда эта книга отца Серафима попала мне в руки, я когда начал ее читать, то каждая строчка этой книги буквально мне говорила совсем другое, даже что он там написан. Вот он приводит примеры, он там классифицирует, систематизирует эти опыты посмертные на основе вот этих вот врачей, которые, значит, выводили людей из клинического. А каждое предложение говорило мне, для моей души лично, что смерти нет, смерти нет, есть жизнь вечная. То есть, каждое вот это предложение, каждое слово. Поэтому эту книгу мы читали, ну, сначала я про себя скажу, я читал, можно сказать, захлеб, а потом ее неоднократно перечитывал, потому что и она в мировоззренческом отношении для меня стала такой фундаментной кладкой вот на эту сырую землю нашего стихийного материализма, в которой мы выросли, в светской культуре, на основе которой уже возводилось все здание христианского мировоззрения. И я вам скажу, что это не только мой личный опыт. Позвольте мне, он один из сотен или тысяч таких опытов. Позвольте мне, раз у нас с вами беседа идет в контексте канонизации отца Серафима, возможной и, на мой взгляд, необходимой, также привести подобные примеры. Я сразу добавлю, что на меня, кстати, вот именно эта книга тоже, это была одна из первых книг, когда я только-только пришел в храм, и она произвела на меня просто вот огромное впечатление, поразила своей духовной глубиной. До этого я, в принципе, читал там как раз вот эти исследования доктора Моуди на Западе, и я увидел, что отец Серафим Роуз, он более глубоко раскрывает эту тему, да, и он там, конечно, часть наблюдения доктора Моуди, он подвергал критике, такой справедливой критике, и предлагает именно православный вот этот взгляд, и меня поражала его глубина, и как-то вот это вот то, что помогало формировать вот мою собственную душу. Нам приходилось, значит, встречаться с многими людьми, знающими отца Серафима, на которых он повлиял, в частности, в утворении. Вот свидетельство подобное одной монахине, матушке Наталье Виноградовой. И вы с ней вот лично встречались? Да, с ней встречался она мне до свидетельства и дала. Я просто поясню нашим зрителям, что отец Александр, он и ездил в Америку, и много провел такой работы, и лично встречался с людьми, которые непосредственно вот общались с отцом Серафимом Роузом, которые знали его, и вот пребывали в той духовной атмосфере, которую формировал отец Серафим. Да, и вот это монастырь женский Новодивеево, недалеко от Нью-Йорка. Вот, Наталья Виноградова, матушка. Интервью 29 октября было, 19-го года. Она тоже родилась в Тверской области, в деревне, в коммунистической семье, и к 35 годам, как она говорила, крестилась, и жизнь ее пришла в состояние отчаяния, не удаляясь в тонкости. Вот, и книгу отца Серафима «Душа после смерти» также дал ей один знакомый, и она прочитала эту книгу, и она ее так же перевернула просто. Вот, и у нее началось с этого чтения возрождение ее души, и надежда поселилась. Потом она жила в Москве, работала в академии пианистом, потом познакомилась с батюшкой Дионисием Поздняевым и с его семьей, потом в Китае жила 10 лет. И сейчас она по благословению владыки Илариона Капрала, который скончался, первый иерарх американский, она приняла постриг и также свидетельствовала о чрезвычайном значении трудов отца Серафима Роуза. Мы решили, что правильнее называть его отец Серафим Платинский уже по образу, хотя он еще не канонизован, тех праведников, святых, допустим, отец Серафим Саровский. Не по фамилии же мы его называем, а по месту его подвигов и упокоения. И она также сказала, что много было и близких подруг, даже у них в районе, скажем так, была целая группа, вот она пишет, примерно человек 20, группа православных знакомых, и мы все передавали эти книги друг другу, а потом собирались и делились впечатлением. Таким образом, она говорит, я могу засвидетельствовать, что влияние отца Серафима через его труды только на моем примере и примере знаемых мной людей было просто огромным. Вот, эти книги меняли мировоззрение. Ну да, на меня вот я добавлю просто, что еще огромное такое действие произвела его книга «Православие и религия будущего», где он предостерегает от тех вот искушений, различных веянник, которые стали царить во второй половине 20 века, и там всякие харизматические движения. И, в общем, он помогал современному христианину, помогал и помогает обрести такое духовное трезвение и стараться вот видеть как-то суть происходящих событий и не увлекаясь какими-то вот этими вещами искусительными. А я хочу добавить именно по этому вашему вопросу, заключении, свидетельство от человека, тоже лично его знавшего, архимандрита, сейчас он епископ, раньше, когда я брал у него интервью, он был архимандрит. Яков Каратца, это настоятель собора, старого собора Сан-Франциско, в который первые годы ходил тогда еще Юджин Евгений Роуз, и сейчас он епископ Сонорский. Вот он засвидетельствовал, что тот факт, что книги отца Серафим распространились по всему миру, были переведены многие языки, русский, греческий, румынский, а также, что в результате этого многие люди были присвящены и светом Христовой истины и пришли к православной вере. Это есть основательнейшее свидетельство действия благодати божественной через личность отца Серафима, как орудие благодати, его собственной святости. То есть это, по сути, явление апостолата церкви, действие общецерковной божественной благодати через лицо христианина, через лицо вот этого подвижника. И, естественно, мы засвидетельствовали как первое одно из свидетельств проявления благодати по молитвам отца Серафима. Вот так. Да. Конечно, именно прежде всего мы через его книги, писание, знакомились с личностью отца Серафима Роуза. А потом, когда сами книги производили такое действие, мы уже обращали внимание на его жизнь. Конечно, на его личность уже интересовались. И тут вдруг встречали нечто такое, ну, просто вообще уму невообразимое, что он же какой путь прошел. Вроде вышел из христианской среды, там какая-то протестантская. Потом отходит, и там и до атеизма, и какие-то восточные мистические увлечения. И потом все-таки неожиданно обращается он к православию. И причем все это то в самое время, когда в Америке вообще все вроде бы неблагоприятствовало духовной жизни. То есть как раз вот эти, ну, всякое вот распутство начинается. Вот на ваш взгляд, вот как человек, который очень внимательно изучал его жизни, сочинения, вот и вообще именно на вас, какие вот больше всего произвели впечатления, события из его жизни, да? Какой-то вот его жизненный пример, что для нас актуально? Ну, хорошо, скажу сначала опять-таки про себя, вот, потому что за других. Но об этом же я могу засвидетельствовать, что говорил не только я, а на многих людей, скажем так, нашего исторического момента, нашего, моего менталитета. Какие личностные качества? Ну, во-первых, отец Серафим был нам близок, то, что он был подобен нам. Он вырос в светской среде, можно сказать, в десакрализованной американской среде. Он прошел те же пути, сначала поиска, исканий, вот. Прям буквально можно сказать, если вы почитаете жизнеописание его, ростом он был метр девяносто, носил длинные волосы по временам, зачесанные назад, белую рубашку с засученными рукавами. Но это же мы и были так, понимаете? То есть он нам был близок, как подобный нам. Мы не воспринимали его, я, в частности, не воспринимал его, как своего, допустим, отца. Хотя по возрасту, он 34-го года рождения, годился в отце, а мы видели в нем. Это первое, значит. И такое восприятие, оно, конечно, говорило, что если такой человек сумел, как бы подобный нам, равный нам, пройти путь и достичь, скажем так, цели христианской жизни, то и мы, значит, это можем. Вот это было обнадеживающе. Второе, что привлекает в отца Серафима, многих и привлекало, это его искреннее хорошее христианство, что я имею в виду? Я имею в виду то, что он не отлагал дело, не отделял дело от мысли. То есть если он нечто знал, если он увидел путь, он тут же вставал на него и шел. Поэтому он сумел за свою краткую жизнь сделать больше, чем многие другие. Даже среди духовенства у нас этот известный факт, что многие в юности загорелись Христом, загорелись верой, потом начинают время тянуть, и где духовная жизнь, которая первоначально загорелась, казалось бы. А вот отец Серафим, он отличался вот этой решимостью, о которой, собственно, и говорил его духовный покровитель в монашестве Серафим Саровский, что не хватает нам решимости. Знания-то мы найдем, а вслед за знаниями нужна решимость на духовный путь. И, конечно, результатом этой его решимости, этого его хорошего христианства, подлинного христианства, древнего такого христианства и святоотеческого, был еще тот пример, что он оставил этот мир и ушел в пустынь. Это, конечно, тоже очень глубоко и сильно трогало, и задевало самые глубины сердца, и давало надежду на такую жизнь. Да, ну вот мне кажется, что особенность отца Серафима, еще даже когда он был просто Евгением или Юджин Роуз. Евгений. По-английски Юджин пишется «Еугение», то есть по-нашему «Евгений». Что он действительно не просто узнавал о чем-то, а именно вставал на этот путь и шел по этому пути. И поэтому, когда он шел, он опытно испытывал на себе и видел, что, видимо, вот этот опыт, доправославный опыт, он не дает чего-то самого главного. Я вот, конечно, удивлен был особенно, что вот этими буддийскими практиками... Дзен-буддизм. Сначала Китай, он в совершенстве овладел языком мандаринского наречия китайский, он изучал буддизм, индуизм, то есть все оккультные системы, которые были налицо, которые говорили о подвиге прежде всего, но потом он понял, что там подвиг он искусственно придумал. Да, то есть, собственно говоря, конечно, мы не можем какому-то человеку рекомендовать, что вот, мол, ты там иди, все, испытай. Но отец Серафима, он как бы и был просто вне среды православной церкви, а жажда Бога, она жила, да, и пока вот он не встретил, он отметался туда-сюда, испытывал. И в конечном итоге, вот как его произошла встреча, вот он просто зашел в православный храм и самым сердцем почувствовал, что здесь... Да, конечно, ну, просто ничего не бывает, всякая случайность, она, естественно, в промысле у Бога. Он в нужный момент в своей жизни зашел в православный храм и стал православным христианином, это был 62-й год, 1962-й, принял через миропомазание, был присоединен к церкви, и здесь началась новая эпоха его жизни. То есть, последние 20 лет, с 62-го до 82-го, до дня кончины, можно сказать, что это был особый этап его жизни, который был ознаменован прежде всего тем, что он теперь увидел цель правильно, он узнал теперь, куда нужно стремиться. И так сильно к ней устремился, что вынужден был даже в стороне оставить многие условности. Ну, допустим, он сразу понял, что он не должен включаться в административную структуру церкви, даже его, потому что это его будет отвлекать от главного. Он понял, что он не будет жениться. Я беседовал с женщиной, которая, правда, со мной беседовала уже, в тяжелом состоянии, в госпитале, то есть она лежала уже в доме престарелых по-нашему, вот в Сан-Франциско. Но она рассказывала, что, говорит, меня когда к нему, она его знала с тех пор, она говорит, меня когда повели с ним познакомить, сказали, у нас парень молодой есть, идем мы к тебе познакомим, ее друзья. Ну, говорит, а ты уж там сообрази, может быть, и, значит, с ним начнешь дружить, и, может быть, у вас все сложится. Она говорит, ну, я шла, конечно, без всякого фанатизма, просто пришла. Но, говорит, когда я увидела его глаза, он на меня посмотрел, я поняла, какой там брак, какой там, он не от мира сего, уже тогда был. И, говорит, этот вопрос для меня с момента его, можно сказать, первой встречи или вот какой-то ключевой встречи, может, она была не первой, совершенно отпала. То есть, видите, он настолько, и его знающий владыка Иаков Караци, он сказал, что в отце Серафимы было это заметно явно, что он, когда увидел цель своей христианской жизни высшую, он боялся потерять каждую минуту. Он жил так, старался жить так, чтобы не терять больше. Вот того времени, которое он растерял на пустые поиски вот этого духовного выхода из тупика нравства своей жизни. И поэтому он взялся за рала, скажем так, как добрый христианин. Да, отец Александр, вот вы уже, в общем-то, начали рассказывать, как сохранился в памяти знавших его людей отец Серафим Роуз. Вот, может быть, поскольку вы достаточно много общались, и именно в Америке вы ездили, посещали эти места, вот, может быть, чуть подробнее расскажете. Да, это особо интересная тема, скажем так, мнение об отце Серафиме, лично знавших его людей. Мы вот с вами сейчас сказали, какое он влияние произвел на многих не знавших его людей, скажем так. И я хотел бы добавить здесь, что это тоже очень важный момент, потому что одним из критериев канонизации необходимым является почитание в народе. Вот, почитание в народе, но почитание в народе, оно существует в общечеловеческом виде, как молва. Вот, добрая такая, и задача научного подхода, церковно-научного, к тому, чтобы эту молву привести в, скажем так, в духовно-научную форму. То есть необходимо выделить, сделать репрезентативную выборку и констатировать факт его всенародного почитания, всемирного почитания, теперь уже я могу сказать. А вот те, кто его знал лично, те, кто его знал лично, много свидетельств приводили. Допустим, один говорил, что в его присутствии была тишина. То есть, они, американцы, очень характерны, у них бывают выражения. Вот, один из его знавших лично говорил, что когда отец Серафим, когда мы с ним встречались, когда начинали быть в его обществе, как будто таблетку мы успокаивающую принимали, и было такое умиротворение. Это еще в раннее время так было. Вот. Можно много таких свидетельств приводить. Можно сказать, что он действительно вот был очень целеустремлен. В то же время он держался середины. Он никогда не был, скажем так, возможно, после своих вот этих поисков, он никогда не был чересчур активным, радикальным, и в то же время никогда не отставал. То есть, он как бы двигался. Это много. Но, если сказать в целом, как бы охарактеризовать то, что знали непосредственно, знающие его люди, его друзья, его соратники, скажем так. Я думаю, что можно так сказать. Жизнь его после воцерковления можно разделить на два этапа. То есть, 20 лет вот он жил после воцерковления. Какие эти этапы? Трудно сказать. 10 это лет и 10, а может быть 15 и 5. Возможно, и так. Но эти два этапа можно охарактеризовать таким кратким образом. Когда он был, Юджин Роус, когда он был христианин, православный, он в своем христианстве, скажем так, в своей вере был каноничен. Вот так бы я назвал. Я специально это слово сейчас употребил, потому что мы говорим о канонизации. Что значит каноничен? Я поясню. Вы же знаете, что в любом человеческом творчестве если нет канона, будет хаос и вседозволенность. Вот возьмите изобразительное искусство, возьмите балет, возьмите музыкальную культуру, возьмите там нашу иконографию. Есть канон, есть некие базовые нормы, константы, которых нарушать невозможно. Без этого свобода человеческая в этом творчестве превращается в обратный... То же самое, а ведь мы знаем, что духовная жизнь человека, построение царства небесного в своей души, это тоже высшее творчество человека. И вот в этом отношении он был как бы... То есть он взял много добрых принципов от христианских, которые как и нужно. Пост значит пост. Допустим, участие в богослужении значит до конца. Если это... Мы видим это по письмам. Честность значит честность. Вот мы его, допустим, видим письма 1963 года его подруге, бывшей по студенчеству, Алисон, Элисон. Вот. Он вплоть до того, что, допустим, пишет извини меня, я вынужден был две недели, не мог тебе написать, был занят, но это плохо, потому что я должен был раньше тебе... Ну, сказалось бы, ну промолчал бы простой человек. Зачем? А вот честность значит честность. Понимаете? Вот он взял очень много добрых принципов и был в этом смысле христианин каноничный. И это было достойно уважения. То есть все, кто его видели, они понимали, что он в этом смысле человек, в этом смысле незаурядный. Это было достойно уважения. А когда он уже в последние годы жизни, но многие отмечают после 77-го года. В 77-м году он был хиротонисан во священника, епископом Нектаре. И пять лет он был всего лишь священным Санни. Но возможно, что большинство свидетельств, которые люди рассказывали об этом периоде, может быть, и раньше были. Там он же был не просто каноничен, не просто он был добрый христианин, а его образ был иконографичен. То есть в нем были видны уже добродетели христианские. То есть такие черты, с которыми не рождается человек, а которые ведь добродетели христианские это свойства души человека, которые являются ничем иным, как формой проявления благодати, святого духа в человеке, как в нравственном существе. И поэтому в этот период мы видим его кротость, смирение, кротость, как свет смирения. Мы видим это и на фотографиях видно даже его, не надо далеко ходить. Мы видим такие добродетели, как великодушие, большое милосердие, мы видим черты целомудрия, нестяжательность, безгневие, как он с ним боролся. Мы видим монашеское послушание его, которое очень трудно ему давалось при определенных его жизненных ситуациях. И вплоть до черт прозорливости это было видно уже в его последние этапы жизни. Поэтому а вот это состояние, вот эта его иконографичность, если возможно так употребить, уже достойно было не просто уважение, а удивление. Вот таков был отец Серафим в этот период своей жизни, по свидетельствам знавших его лично людей. Да, конечно, я вот настолько глубоко не погружался в жизнь, ну, понятно, что вы-то специально этим занимались, и меня больше поражал, ну, чисто вот внешний такой вот аспект, что они же, вот он, ну, прямо на голом месте вот начал основывать монастырь, где вообще никого, там ни водопровода, ни канализации, ни электричества, ну, прямо на глухом месте, то есть подобно тому, как, скажем, преподобный Сергий Радонежский, как древние подвижники, и что... А это зависит от силы горения его духа. И вот мы читаем его произведения, оказывается, он писал их, когда зимой там совершенно такой холод, то есть келья не прогревалась, и там и сквозняки, и всё такое, и при этом богослужение... И в машине спали, не доедут, снегом заметёт, они в машине ночуют, потом дальше идут пешком. Да, и богослужение ежедневное, он ежедневно посещал утром-вечером, и когда священный сан принял, то литургию служил ежедневно. Ну, я вот так это, да, каждый день? Ну, первоначально, да, когда сначала рукоположили отца Германа, его сподвижника, они потом отца Серафимова дьякона рукоположили, и все они эти, как положено, с рокауста служили ежедневно, а потом уже служили по необходимости. Но в храме-то он был каждый день? Конечно, он был в храме, и он занимался и внутренней молитвой. В его келье это всё видно, стоит пядерный стульц, так называемый. А, даже вот так, да? Конечно, конечно. То, что это уже из добротолюбии такой, из сихо-сихо-сихо. Естественно, он отец Серафим воспринял христианство не только с христологической стороны, не только как освящение своей природе. Он прекрасно понимал и необходимость освящения внутренней человеческой жизни. Вот того огня в сосуде, которым является человеческая душа или человеческий ипостас, ипостась в рамках своей природы. Я на Святой Земле, когда жил некоторое время, то встречался с архимандритом Романом, который сам тоже с Америки. Он знал святителя Иоанна Максимовича, и он ездил, на самом деле, в Платину. В монастыре тоже он немножко общался с отцом Серафимом Розу, но он говорит, что отец Серафима много времени проводил в ученых таких трудах, то есть, не так, чтобы он был очень такой многословный, чтобы все время там... Его немногословие, да, оно замечали многие, но также известны свидетельства о том, что после хиротонии в нем эта черта изменилась. То есть, после хиротонии священства, священнической, было видно, что дух его побуждает говорить, и что он должен успеть многое сказать людям, поэтому они организовывали и выезды, и в рейдинг в соседний город, и беседовали с молодежью, и так называемая была у них Нового Ламской Академия, такое громкое название, тем не менее, как бы курсы богословские для людей, кто желал. Отец Александр, мне, конечно, хочется еще раз подчеркнуть, что вот вы именно там часто бывали, да, вот посещали вот эти места, где как раз и подвязался отец Серафима. Да, не то, что часто, я там был столько, наверное, сколько необходимо для выполнения этой работы, вот, собирания свидетельств о проявлениях благодати по молитвам отца Серафима, или, проще сказать, о чудесах, вот, по молитвам отца Серафима. Но, естественно, что и до меня люди это делали, и эти свидетельства есть, собраны и опубликованы самими братьями монастыря, преподобного Германа Ляскинского, в котором, который и сейчас, как бы, благоденствует и трудится, вот, вот, действительно, для сбора этих материалов, почему возникла эта необходимость, скажем так, ну, в 2018 году я был в платине и увидел необходимость этого, и было понятно, что сами братья не берутся за это дело, они не берутся за это дело, потому что не хотели по ряду причин сами это дело начинать, если бы оно началось от народа, то никто не был этому против, вот. И, ну, раз такой вопрос встал, то, как, надо начинать, поэтому я вынужден был над этим пораздумать и пришлось нам связаться с известным всем у нас в церкви и нашей стране историком, агеографом нашей страны отцом Доноскиным Орловским, который автор жизнеописаний, мучеников, исповедников, то есть известный человек, уважаемый архимандрит Доноскин. Мы с ним находились почти годовой переписки, вот, около 30 писем и, по сути своей, он мне объяснял тонкости этого подхода канонизации, вот, и, в конце концов, вышла в 2018 году его книга, монография, в ней он четко прописал критерии канонизации, вот, критерии канонизации, то есть те нормы, согласно которым человек может быть и только может быть причислен к лику святых. А какие это критерии? Первым критерием является его жизнеописание, которое не должно содержать, ну, допустим, каких-то отрицательных моментов, которые препятствуют канонизации, вот. Также, если человек трудился на литературном поприще, значит, его труды должны быть рассмотрены, что в них нет, допустим, юридического семени, зерна, это касается отца Серафима, его литературных трудов, эпистолярного, его наследия, вот. А сейчас оно опубликовано, оно большое. Потом, второй критерий канонизации, это почитание в народе. Если нет почитания в народе, обычно канонизация не совершалась в старое время, ну, естественно, то есть, вот. Но эти два критерия, они необходимы, но недостаточны. Самым последним критерием канонизации являются чудеса по молитвам святого. И здесь необходим особый подход. Здесь, конечно, необходимо понимание, что является чудом, что нужен большой критический компонент, то есть, чтобы это не было, нужна перепроверка, чтобы это не было выдумкой, это не было результатом лжесвидетельств каких-то, вот, и так далее. И вот этот критерий последний и уже достаточный при наличии всех тех. И поэтому вот для собирания этого материала пришлось поехать на место его подвига. Да, отец Александр, вот, учитывая то, что вы сказали, мне сразу же захотелось спросить про чудеса отца Серафима Роуза. Я прямо скажу, что я как-то с самого начала, когда уже познакомился с его жизнью и трудами, я его, в принципе, воспринимал как святого человека, пусть и не канонизированного, но мы знаем, исторически это всегда так. Святости, это она уже в образе жизни, то, что человек верен Господу Иисусу Христу до конца, да, в своем литературном творчестве, он свидетель истины, просвещает людей. А потом уже церковь, просто вот, кого нужно, она как некий пример для других, то есть канонизация, как некое объявление перед людьми, что вот, да, вот он является, ну, действительно, наставником, примером для подражания, вот, но, вот как-то про чудеса, ведь я не слышал, но я, может быть, и не искал специально то, что связано с отцом Серафимом Роузом, а могли бы вы рассказать, вот, есть ли тут что-то такое? Да, это раз, это одно из ключевых, одна из ключевых компонентов в подходе к прославлению. Честно говоря, я тоже сначала поехал с критическим настроем, с той мыслью, что, ну, нет, значит, нет, выдумывать нечего, то есть, из пальца высасывать мы ничего не будем, нет, значит, нет, хотя, они были опубликованы, и свидетельства есть, в доступных источниках. И когда начался процесс, во-первых, процесс начался не самочинно мною, то есть, я получил благословение всего епископата, местного, американского и нашего. Наш владыка Ириней, Орский-Ягайский, узнав о предстоящей поездке, он сразу сделал ряд необходимых мероприятий, он собрал конференцию в Оренбургской семинарии на тему отца Серафима, пригласил меня докладчиком, потом собрал собрание епархиальное, приняли решение единогласно об этом, потом сделал командировку, потом, вплоть до того, что вложил финансовую помощь в эту поездку. После этого я приехал на американскую землю, там, естественно, сразу же мы обратились к архиепископу Кириллу Сан-Францискому и западноамериканскому и получили от него благословение. Получили от него благословение с всеми напутствиями и даже с даром частицы мощей Иоанна Шанхайского, который был духовным отцом отца Серафима. И всю дорогу я, находясь в этой поездке, со мной рядом были мощи святителя Иоанна Шанхайского в мощевике. Потом, позднее уже я получил благословение на этого владыки Илариона Капрала, первого иерарха американского и восточно, тогда он был жив, добрейший души человек. И других людей, которые так или иначе были с этим связаны, в частности, архиепископа настоятеля Джордан Виллия, ладыки Луки и Мурьянку. Все они лично знали отца Серафима и находились с ним в переписке. И знали его лично. Поэтому начали мы этот процесс. В Платине братья, то есть в монастыре, где подвязался, где упокоен отец Серафим, мы спланировали все точки поездки, созвонились предварительно с теми людьми, кто остался его знающий. И начали сбор материала. Материал я собирал под запись или на диктофонную запись, а также частично с видео и фотоматериалом. Чудеса или факты проявления благодати по молитвам отца Серафима совершенно разнообразные. Начиная от простого действия, скажем так, умиления, когда он не мог сдержать слез при определенной трудной жизненной ситуации и что привело его потом к возвращению в церковь, когда он ушел из церкви, кончая чрезвычайными чудесами, которые продолжались на протяжении многих дней и даже месяцов с одним человеком. Этих фактов много на самом деле. Собрал я из них десять, не все описал, потому что это было просто необходимый минимум, который должен быть потом направлен в комиссию местную по канонизации, а и должны перепроверить это. Перепроверить и уже вот. Ну, какие... Я вот пока вы вспоминаете, я что-то тоже вспомнил, что когда отец Серафим только-только отошел ко Господу, и вот он, когда уже в гроб положили, то даже сохранились фотографии, с каким он умиротворенным, таким просиявшим лицом лежит, и во время отпевания было много детей, которые не хотели отходить от гроба с отцом Серафимом, то есть обычно же боятся все смерти. Этот факт я засвидетельствовал, как раз вот Ольга Бэй мне про него сказала, та, которая лежала уже в доме престарелых, вот, она засвидетельствовала на диктофонной запись, что лицо отца Серафима было, и не просто лицо, и он, и его, он не, не было запаха, и при сильнейшей жаре, 40 с лишним градусов, около 42 градусов по-нашему, не поддавалось телу тлению, то есть, а лицо его, которое приобрело розовый оттенок, хотя было до этого бледным достаточно, и ведь смерть его была мучительна, по сути своей, вот, это называется явление лика, вот, это известный факт в истории церкви, когда, как бы, уже прежде, еще, то есть, заранее, благодать Божия, или Бог, если хотите, свидетельствует о будущей загробной участи, о радостной участи этого человека, явление лика, конечно, и поэтому именно была нарушена норма монашеского погребения, небольшая, вот, что не стали закрывать его лицо, потому что все смотрели, а дети смотрели и спрашивали, он сейчас что, встанет, проснется, то есть, вот, и атмосфера сама была, конечно, грустной, скорбной из-за кончины праведника, но была внутренне утешительной, вот такая была атмосфера при его кончине, но какие, во-первых, произошел факт мироточения, фотографии отца Серафима, то есть, я приехал в дом одного из знавших отца Серафима людей, это сын, Илья, сын сподвижника отца Серафима, отца Алексея Полуэктова, он с ним вместе строил платье, но помогал, помогал в лавке ему работать, вот, то есть, это его был друг сподвижник, благочестивая семья христианская, и когда это было 3 октября, первая моя поездка к нему была, вот, мы стали записывать его свидетельства, свидетельства тоже интересные, я его сейчас не буду просто упоминать, но в этот момент, после, уже в середине октября, числа 13-го, он мне позвонил и сказал, отец Александр, я вам побоялся сказать сразу, но в тот день, когда мы с вами встречались в начале октября, начала мироточить фотографии отца Серафима, вот, вы можете ли приехать, я еще был на западе Соединенных Штатов, и поэтому сумел доехать, и действительно, икона начала мироточить, встреча в числа, фотография, да, фотографии отца Серафима в рамке, вот, под стеклом, и потоки мира умножились, и она была уже полноценной мироточкой, причем начала мироточить именно тогда, когда мы стали разговаривать, в этот день, когда мы приехали. именно вот о его канонизации, да, собирать материал, получается, что некое знамение, да, ну, то есть он вел себя, ну, скажем так, как живой, то есть свидетельство, присутствие от Серафима, свидетельство из небесной мира, необходимости его прославления, скажем так, еще я расскажу этот случай сразу же, вот, подобный этому случаю, уже следую, уже через два года, в 21 году, это год ковидный был, мы после того, когда вернулись домой, домой, то я в своем храме установил чин служения великого четверга, как служил отец Серафим, это очень интересный чин, древний, если я не ошибаюсь, перед, рассказал ему об этом владыка Нектарий, который был их духовным другом, и он был принесен с Оптиной, этот чин, в Оптине так служили, но могу ошибаться, но мне кажется, именно так. Значит, чин этот такой, великий четверг на Страстной Седмице, когда поется песнопение, главное песнопение этого дня, чертог, то я вижду, спаси мой, приукрашенный, и не имею одежды, да войду в него, да вниду вонь, неимом одежды, просвети одеяние души моей я, святодавчи и спаси мя. И вот в этот момент отец Серафим служил так с отцем Германом, они выходили на середину храма, выключали весь свет, не выключали, гасили все светильники, и максимально все светильники, которые, возможно, были в храме, просто на подсвечниках, на стойках, ставили на престол и вокруг престола. И в полной темноте ночной службы начинали петь «Чертог твою вижду, спаси мой, украшенный», то есть Царство Небесное, чертог украшенный, и не имею одежды, да войду в него. И пропевали первый раз в полной темноте, потом, когда на славу, открывались царские врата. Сначала завеса открывалась, второй раз пели, на третий раз открывались царские врата, и из храма люди созерцали образ Царствия Небесного, светящийся алтарь, весь в светильниках. И это было очень умилительно и понятно, это переживание, что не имею одежды, давни до вонь, просвети от твоего престола одеяние души мое, я святодавчий спаси ме. И вот мы стали служить. Этот чин никто не служил больше. Его служил и до сих пор продолжает служить, только отец протеерей Стефан Павленко, это одни из старейших священников западноамериканской гепархии. Тоже он служит по этой же причине, потому что после кончины отца Серафима его духовные чады к нему перешли и заставили его так служить. И он с тех пор служит. И вот мы стали так служить. В вас никто не заставлял. А мы стали по любви к отцу Серафиму, чтобы подражать ему, чтобы как-то, насколько возможно, приобщиться к тому образу хотя бы жизни или дел его, или службы, как он делал. И начали служить. И в 21-м году, это было в апреле, произошло небольшое событие неординарное в алтаре. Ну, ладно, произошло событие. А потом утром, когда мы служили литургией уже Великого Четверка, мы обнаружили, что смироточило стоящее в алтаре иконографическое изображение отца Серафима. Это не икона, он еще не канонизован. Просто существует его изображение по типу икон, написанное, иконографическое изображение. И оно смироточило. А то событие, которое было в алтаре, неординарное, небольшое оно, некритическое, скажем так, оно сразу мы поняли, что в какой момент произошло мироточение. Потому что оно было подобно этому. И таким образом было еще одно мироточение, факт мироточения. Его иконографическое изображение. Это уже мироточение прямо у вас в алтаре совершилось. И как раз, когда вы исполняли чин по образу отца Серафима Роза, это явный такой знак. Я вам эту фотографию предоставлю. Мы засвидетельствовали с епископом, с благочинными всех наших благочинений, засвидетельствовали этот факт документально для хранения в епархиальном архиве и отслужили в честь этого события панихиду по отцу Серафиму после этого события. Да, и я вот просто еще раз подчеркну, что братья и сестры, что отец Александра, он ведь совершенно не самочинный, то есть это благословение епархиального руководства. Конечно, без этого я бы даже не решился. И поддержка архипастерей, которые уже в Америке они лично знали отца Серафима Роза. И при этом чудеса, которые непосредственно происходят, не просто кто-то там где-то. Это знамения, они не для кого-то одного, а для многих людей, чтобы... И таким образом многие другие были чудеса, я просто не хочу задерживать, были чудеса, одно пронзительное, удивительное чудо обращения одного протестантского пастора на острове Кадьяк, отца Афанасия Кон, он сейчас является никем иным, как настоятелем гавайской миссии, то есть того самого храма, и того самого места, где мироточат гавайская икона Божьей Матери. Его обращение было чудесным образом, то есть он ему явился во сне. Ну, расскажите. Он был, отец Афанасий Кон, был руководителем протестантской миссии на острове Кадьяк. Вот, это Аляска. И так как на Аляске в основном жили православные, традиционно православные, то их протестантская миссия туда решила направить свои усилия, ну, чтобы православие как бы разрушить и людей в свою церковь значит обратить. Он говорит, я искренне считал, что православие это что-то такое старое, малозначащее, и как бы думал, а протестантская миссия была построена очень хорошо, педагогически грамотно, скажем так. то есть собирались люди всех возрастов трех поколений, дети, родители, и с ними проводились беседы, там всевозможные мероприятия, то есть как бы общение было теплое, и вот так миссия работала. А жена его родом была оттуда, то есть у нее даже корни были православные. И вот они, находясь на этом, скажем так, месте, решили однажды посетить на острове Кадьяк, в этом лагере протестантском, который находился на Еловом острове, так называемом, вот, решили посетить так называемую монашескую лагуну, место, где когда-то подвязался преподобный Герман Аляскинский, и там же был упокоен. На этом месте сейчас стоит храм небольшой. Вот. И для этого в очередной раз, когда приехала супруга его, они с дочерью пошли посетить это место. Вот. Моя жена и наша дочь, это он пишет. Я читаю, да. Цила, сила. Шли по тропинке, ведущей от кладбища к церкви, как неожиданно и почувствовали благоухание, пахло розами и ладаном одновременно. Моя жена сказала, я чувствую запах ладана, но я думал, что монахи находятся на другой стороне острова. Я ответил, да, это так. Дело в том, что на этом острове Кадьяк находится филиал Платинского монастыря. Вот, он и сейчас существует. И там порядка четырех братьев всегда присутствуют на Аляске. То есть монастыря преподобного Герману Аляскинского, где отец Серафим подвязался. Их филиал находится. Вот. Но он на другом стороне острова. На острове есть православный скид, принадлежащий монастырю преподобного Герману Аляскинского из Платины. И он действительно расположен на другом берегу, примерно в двух часах ходьбы от этого побережья. Поэтому запах ладана, о котором мы говорили, если бы и мог быть предположительно от братского богослужения, никак не мог стать причиной именно нашего явления. Запах, который мы переживали, был достаточно сильным и изменялся. А точнее, то несколько ослабевал, то снова усиливался. И это было заметно. Вы поняли, что происходит, что это необычное. Осознав это, через пару минут мы увидели множество людей, поднимающихся по тропинке. Ну и так далее. И они их спросили, вы чувствуете? Они сказали, нет. После этого одна из женщин, которая шла с детьми по тропинке, сказала, а вы идите, попробуйте воды из источника преподобного Германа Аляскинского, который рядом там есть источник освещенный. Он говорит, я был протестант, и у меня не было намерений пробовать эту воду. Потому как сама идея, что у воды могут быть какие-то особые целебные свойства, была еще не приемлема на тот момент для моего сознания. Но поскольку дочка побежала и попробовала сразу эту воду, я сделал то же самое. Ну, он как бы солидаризировался. Что же ему, дочка-то попробовала? Следом и жена выпила воды из святого источника. И произошло следующее. У моей супруги Денис в этот день с утра сильно болела голова. Но выпив воды, она почувствовала, что в голове что-то щелкнуло. И головная боль мгновенно прошла. После событий на Илловом острове я оказался растерян. Я не знал, что делать. Я был протестант, протестантский пастырь. Мы чувствовали, что все это произошло под действием силы Божьей, по молитвам святого Германа. Но объяснить для себя мы с женой пытались это тогда только как-то по-своему. Единственным возможным для нас способом через протестантство. Поэтому тот духовный опыт, хотя и поставил перед нами все эти серьезные вопросы, но тогда еще достаточно не приблизилась к православию. Дней через 30 после происшедшего на Иловом острове я увидел сон. Во сне я увидел, что за меня молилось несколько человек из Академии Святого Иннокентия. Это православная школа на Кадьяке. И у меня там были знакомые. Пока эти люди из Академии за меня молились, я начал горько плакать во сне. Тогда я стал искать, чем можно вытереть слезы. И увидел полку, на которой лежало что-то сложенное из черной ткани. Я схватил эту ткань и мне показалось, что она принадлежала большому молитвеннику и глубоко духовному человеку. Это была сложенная духовная одежда, видимо, ряса. Первоначальный источник, он говорил, что это еврейский талит. Он тогда еще не знал, что такое ряса. Потом мы с ним связались, и я попросил уточнить несколько свидетельств. Он сказал, да, это была ряса. Тогда он еще был не... И тут передо мной появился священник, одетый в черное, с длинной, всколокоченной бородой и сияющим лицом. Я почувствовал, что ткань, которую я только что использовал как платок, принадлежала ему. Он сказал, что его зовут Серафим Роуз. Хочу повторить и особо отметить, лицо его именно сияло. Сияло белым светом, от него исходил свет. Не в том смысле оно было сияющим, что только лишь улыбался, что только лишь улыбающимся и по выражению радостным, как это и принято обычно понимать иносказательно, а именно светящимся. Также в момент общения с ним во сне я переживал бы говейный трепет. Затем он многое сказал и сказал, что у меня призвание и что я приму православие, стану священником. Я начал с ним спорить, сказав, что не хочу принимать православие и носить такую же несуразную черную шапку, как у него. Он еще многое говорил, но сейчас, равно как и сразу после сна, я не мог все вспомнить. Проснувшись, я осознал, что со мной произошло что-то глубоко духовное. Также хочу подчеркнуть, что до этого сна я не знал никого с именем Серафим Роуз. Более того, должен признать, что будучи протестантом, мне было даже неприятно посещение меня во сне православным священником и особенно умершим, как я почему-то это сразу понял. Обыкновенный сон я мог проигнорировать, но то, что я испытал, отличалось от обыкновенного сна. Он был настолько интенсивным, красочным, что я не мог его забыть. На следующий день я отправился искать православного священника. Я знал отца Паисия, декана Академии Святого Иннокентия на Кадьяке. И таким образом я отправился к нему. Усевшись у него в кабинете, я ему заявил, что, возможно, схожу с ума и спросил, не слышал ли он о священнике по имени Серафим Роуз. Конечно же, слышал. Очень обрадовался он. Сказав, протянул мне толстую книгу о жизни отца Серафима. Я рассказал ему о сне. Дома я читал книгу не от мира сего, а все выходные. Жизнь отца Серафима меня поразила. Такого православия я никогда не знал. Главное же, что меня поразило, это то, какой глубокой печатью начерталась жизнь святых отцов в ранней церкви, их мысли и образ их жизни на жизни самого Серафима. Я, имея историческое образование и научную степень, отчасти знал святых отцов и имел достаточно на них представления, чтобы узнать подобный им образ мыслей и действий в лице отца Серафима из его жизнеописания. И, в конце концов, он стал раздваиваться. То есть, он, с одной стороны, приходил в протестантскую, вечером приходил на православное богослужение. Потом ему один православный сказал, без молитвы ты не христианин, он стал молиться. Потом жена ему заявление делала, говорит, ты завел роман с православием. И, в конце концов, они в 2006 году в Нью-Йорке приняли всей семьей веру православную, он стал священником и сейчас является настоятелем гавайской миссии и хранителем иконы гавайской Божьей Матери мироточивой. Вот это да, вот это да. Так и, надо же, ну, просто какой-то потрясающий случай. То есть, понимаете, да. И это вот два из случаев, только я вам три рассказал, а их много, таких случаев. А еще я добавлю следующее, что когда было 40-летие, вот 2 сентября. Ну да, 2022 года. 2022 года. 40 лет, потому что в 82-м году скончался отец Серафим. Было 40-летие со дня представления, и на дне было богослужение на его могиле, как обычно это совершается в этот день. И там присутствовал среди прочих митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский и Карский Николос. Это один из старых митрополитов старейших Грузии. Вот. Его епархия находится на границе Турции, Армении и Грузии. Вот, пограничная. И он почитает отца Серафима. И он был там. И когда после литургии были сказаны многие слова в честь отца Серафима, было сказано, что создана комиссия по канонизации на местном уровне по результатам вот этих всех работ. Но, как бы, дело пока еще с места не сдвинулось. Поэтому он предложил инициативу. Он взял после этой литургии и поехал к владыке сербскому, в ведение которого, в юрисдикцию которого сейчас входит Платинский монастырь. Монастырь преподобного Германа Ляскинского. И он с ним провел разговор о возможности канонизации. Все согласны. То есть остается инициатива. Остается архиерейская инициатива. В идеале должна епархия, в которой подвязался на той земле отец Серафим. Это русская православная церковь сейчас и сан-франциско-епископат. Они должны провести свою местную анализ этого всего. и дать инициативу. То есть в отдел по канонизации послать документы. Но это всегда было так в прежних случаях. Сейчас с резким изменением информационного состояния всего мира, то есть сейчас весь мир, все знают, что происходит везде. Понимаете? И поэтому отца Серафима почитание, оно всемирное. Благодаря средствам массовой информации и очень быстрому распространению всего этого. поэтому я думаю, что критичность этого критерия, что вот именно они должны начинать, сейчас сильно уже не ценил. Так скажу вам, что... То есть можно, и они ждут, по сути, своей. Платина не сказала, что вот если бы кто-то начал канонизацию, мы бы все способствовали. Дело в том, что для нас это очень вообще такая похожая ситуация, что все хотят, но при этом ждут, что кто-то сделает. А чтобы кто-то сделал, надо, чтобы человек пожертвовал своим временем, силами, отложил все дела, вот занялся этим. Вот слава богу, что такой человек нашелся. Ну, таких людей много. Вот посмотрите, какие труды существуют, допустим, в доступе. Вот, допустим, отец, я его лично не знаю, но читал его, конечно, труд отец Дмитрий Придеин. Как он глубоко разобрал опыт, образ мысли отца Серафима. Он разбирал очень глубоко. То есть, конечно, мы так глубоко, то есть, он разобрал влияние Генона, он разобрал все его, понимаете, это большой вклад, это большой вклад. Это, да, ученые, видно, что сразу человек, владеющий большими пластами информации. Поэтому совокупности, не только наши усилия, совокупности усилия всех людей, кто так или иначе вложил в эту копилку прославление отца Серафима свои труды, хорошо бы, если бы дали они плод. Но, впрочем, и с нашей стороны, со стороны людей еще есть одно недоделанное. Необходимо создать сайт по почитанию отца Серафима, где было собрано окончательно и полностью. Мы начинали эту работу, но не смогли ее закончить по разным причинам. Не смогли ее даже довести до середины, скажем так, по разным причинам. Хотя я посылал письма и присылали мне уже из Сиэтла, из других городов. Сайт должен содержать прежде всего карту интерактивную, которая, вот допустим, карта, и на ней точками указаны места, прежде всего, конечно, Америки, но и всего мира, в конце концов. Он теперь всемирный праведник, еще не коммунизован. И нужно было приближать и смотреть свидетельства. Это называется репрезентативная выборка. Такой есть научный процесс, который характеризует охват почитания. Охват какого-то. Понятно, что невозможно собрать все на белом свете случаи, но репрезентативная выборка, если она правильно сделана, научно, она позволяет дать характеристическую оценку тому охвату почитания, какой есть. Она будет уникальна, она будет всемирной, это будет почитание. Поэтому необходимо создать сайт, если кто-то имеет такие возможности, желания, силы, я бы сказал, что вот это нужно доделать. И когда этот сайт уже будет создан, где будут собраны и труды отца Серафима, и доступные о нем сведения, и прежде всего, свидетельство о почитании его, это один из критериев канонизации, тогда останется только решение архиерейского собора и инициация от архиереев. Все остальное по-человечески будет сделано. Братья и сестры, может быть, кто-то из вас, тех, кто смотрит, любит библейский портал Экзегет, и для кого отец Серафим Роуз тоже представляет такую огромную ценность для души, для сердца, может быть, кто-то из вас тоже захочет помочь как раз с созданием этого сайта, наполнением его материала, то обращайтесь к нам, напишите, мы будем очень рады, потому что дело это всецело достойное. Отец Александр, ну, прямо скажу, что вот труд, который вы подъяли, ну, конечно, хвалить нельзя в лицо так, тогда не будем хвалить, но скажу так, что вот чувствуется, что в этом есть что-то вот такое очень серьезное, настоящее дело, то, что вы осуществляете, и очень нужное церкви, не просто какие-то там, знаете, вот, теоретические изыскания, непонятно о чем, когда пишут книги, потом они в библиотеках пылятся, а то, что вы вот какую работу провели и дальше ее ведете, ну, имеет вот прямое отношение вообще к жизни нашей церкви, к святым, вот, к прославлению удивительного подвижника Божия. Может быть, вот в завершение нашей такой встречи небольшой, вы, я не знаю, или вспомните что-то вот из наставления отца Серафима Роуза, что было бы полезно всем нам, ныне живущим людям, да, или вот что-то такое назидательное, что вот вы предложите, отталкиваясь отца Серафима Роуза. Я сейчас постараюсь вспомнить некое из его наставлений, характерных для него, но, прежде всего, хотел сказать, что прославление отца Серафима должно выводиться не из его литературных трудов, и не из его литературного наследия. Ценность отца Серафима, потому что литературное наследие при всем его многообразии, при всем его, при всей оригинальности, может быть, слога отца Серафима, и что там, что оно может содержать, это естественно, церковь это знает, этот опыт, может содержать где-то тенденциозность, где-то какие-то влияния исторических условий человека, потому что ум человека это самая подвижная и всегда становящаяся часть его души, И поэтому не из литературного наследия, не только необходимо выводить его святость, а из самого антропологического факта. Отец Серафим явил в наше время ту норму, ту природу человеческую, которая задумана была у Бога. То есть он был исполнен благодать божественной. А при этом, конечно, предшествовал его подвиг. Время от времени должны возникать такие люди. Они, конечно, в таком случае и в свое время, когда они находятся, для всех являются сокровищем. Вот какова главная ценность отца Серафима. Но все-таки, если вернуться к его наставлениям, то, наверное, самое удачное и удивительным образом подобранное его наставление, которое находится на его иконографическом образе, вот, внемлите, братья, уже позже, чем вы думаете. Поэтому почтитесь делать дело Божие. Да, спасибо, Господи, отец Александр. Потому что мы, бывает, думаем, еще там много у нас, еще отложим, а в итоге даже просто смотришь, о, уже там 40 лет прошло, там уже 50 лет прошло. И мы не замечаем, что действительно позже, чем ты думаешь, и нельзя терять вот нынешний, текущий день для спасения своей души, для того, чтобы с Господом побыть в сокровенных глубинах своего сердца. Благодарим вас, дорогой отец Александр, и очень надеемся, что Господь действительно управит вот этот труд по сбору данных об отце Серафиме Роузе, что Господь управит его действительно к прославлению, к канонизации такого нашего духовного наставника, да, ирмонаха Серафима Роуза, и через него явит благодатную помощь еще большему... Количеству людей. Людей, да. Спасибо, Господи, спаси Господи, порталу Экзегет за то, что эта тема в его рамках была поднята, вот, не забыто было это событие, 40-летие, число сакральное, представление отца Серафима, вот, и слава Богу за все. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok